Ребята, мы выехали. Мы собрались достаточно быстро, где-то полтора часа в итоге получилось. Сейчас время 6 часов, 4 минуты. Выехали засветло. Это очень здорово. Заедем в Додо, возьмем кофейку. Так интересно, я здесь проеду. Тут у нас уборочная техника по Москве гоняет вовсю. Сметают все эти осадки, которые вчера выпали. Вон, видите, какие машины красавцы. Все заляпанные. Вот так вдоль дороги поставишь, пипец. Потом на мойку сразу надо ехать. Ты что будешь пить? Я хочу посмотреть, какой там кофе есть. Ну, зайди в приложение. Приложения нет. На сайте что-то. Смотри, я нажимаю на напитки, оно не работает. Все, они просто детние работающие приложения. Я тут матерился на автодор. Ради интереса потом залез в App Store посмотреть отзывы. Думаю, может быть, только у меня такое. А там шквал просто негативных отзывов. То есть невозможно пополнить счет. Постоянно все тупит. Я вот пытался сейчас скидку оформить. У меня около 16 тысяч баллов. Я могу 15% скидку за 6 тысяч баллов взять. Но в итоге он не видит моего транспордера. Просит вбить его вручную. Вручную вбиваю. Тоже ничего не происходит. То есть как бы баллы есть, а как их потратить, хрен его знает. То есть вообще просто говерное приложение я прям хуже не видел. Причем оно очень массовое. Не будем начинать дорогу с негатива. Ехать нам до Сочи 19 часов. Хорошо то, что я сегодня выспался. Сегодня получится побольше проехать. Ну до Воронежа точно мы доедем. Ну куда-то чуть дальше. Там посмотрим. И в целом погода такая неплохая. Под ветер смотри. Даже какой-то намек на солнышко. Такой конечно слабенький. А может дать очень полезно? Да, бери. Да, еду, еду пацаны. Извините. Мне там гудят уже вовсю. Все, будем показывать дорогу. Что у нас происходит. Все рассказывать, показывать. Хотя, конечно, кому-то это будет неинтересно. Потому что в Сочи я уже гонял много раз. Правда, вот с Катей никогда мы вот так вот не ездили, не записывали. Мы туда ездили. Не записывали. Не записывали, да. Я вот исключительно про запись. Ездили-то, ездили. Все, мы сейчас до дождя. А, чувак, ты сюда? Ну ты молодец, блин. Да, молодец. Сейчас я тогда давай тебе уступлю. А сам рядышком стану. Тут, конечно, написано, машины не ставить. Ну ладно. На пять минуточек буквально. Что, есть там что-то? Кокосовый латто могу попробовать. О, давайте возьму кокосовый латто. Взял кофе. Себе капучино большой. Катя латто кокосовый. Еще взял чизкейк, который мне понравился. И маффи три шкалада. В итоге Катя меня отругала. Еды, которую мы взяли. Блин, пирожки взяли. Ковы бадио, они еще теплые. Ага. А он взял себе чизкейк. Злишься? Да я-то не злюсь. Кушай на здоровье. Просто вот это все опять выкидывайте. Да я все съем. Ехать долго. Я запомнила. Ты через час скажешь. Ну все, они уже невкусные пирожки. Они уже остыли. Я прямо сейчас кофе. Хочешь, это парочку вточу? Давай чизкейк. Единственное, они, знаешь, какие опасные. Я сегодня замарал штаны. Я пирожок с повидлом начал есть. Он как сбоку потек и все. Держи. А, еще из дома взяла вот такой маленький кусочек рулета. Добру не пропадать, да? А я буду печенье по иммунельку. Вот это, ребят, очень вкусно. Ну тут единственная защепка. Это частная галерея. А давай покажем. Катя, а ты забыл? Что? У тебя еще торт вафильный с собой. Да, я думал, ну если что, в Сочи возьмем. Вот такое. Шотландское хрустящее имбирное. Офигенно вкусное. Покажи его. Оно такое тонюсенькое, вкусненькое. Вот. Да, я их целую найду. Вот они целые. Вот такие. Все, теперь можно по-настоящему ехать. Я единственное хотел попросить помочь. Так размешать. Все там, да, лежит. И ложку я взял ту классную. Катя, они так понравились. Что они говорят? Давай побольше. Возьми с собой. Три шоколада, да. Майфин. Охота? Удивляюсь. Поражаюсь. Давай, давай. Ой, у тебя тут какая-то фигня, смотри. Видишь, тебя туда закирают. Я знаю, что это за фигня. Что это? Это со стаканчиком. Я, кстати, уже ругался по этому поводу, но ничего не сделаешь. Сейчас объясню, ребят. Вот эти крышки, когда вот так вот делаешь, чпонь, с них слетает иногда тонкая-тонкая стружка пластика. И попадает она в кофе. Я, когда был в Макдональдсе, постоянно открывал крышку и вытаскивал их. А сейчас что-то уже забил. В итоге все это внутрь попадает. Вот так вот, имейте в виду. Такое часто с крышками происходит, даже с дорогущими. Не гоните, ну, в общем, аккуратно. Все аккуратно. Вот так вот. Конечно. Ладно, я вас целую. Давай. Единственный опроб, который у нас по пути встречается, по крайней мере сейчас мы это видим, на 14 минутном Каде. Ну, это, в принципе, фигня. Сейчас подъезжать будем к Люблино, Белая дача. Вот это все. Ну, а дальше все зелененькое. Мне кажется, мы прибудем, ну, где-то в 9-10 вечера завтра в Сочи. Примерно такое время. Ну, нормально, кстати. Самое главное, мы с тобой еще даже... Мы будем с вами спать? Что, в 9 часов, в 10 спать? Не, я думаю, мы все вещи как-то разложим. Может, прогуляемся чутка. Ну, посмотрим. Ладно, чтобы дождя не было. Да, чтобы быть точным, посмотрим. Офигеваем, сколько в Грозном сейчас. А, ну, пятнашка. Ну, завтра будет... О, стопроцентные дожди, 11 градусов. Прикол. Ну, ближе к четвергу там солнышко будет. Ну, а посмотрим, может быть, она еще поменяется за время, пока мы едем. Я уже надеюсь. А в Грозном сегодня смотрели. 26, да, было? Завтра 26 будет. Завтра 26. Офигеть, настоящее лето. Я пока и не поймал вот этот весенний вайп, почувствовать запах весны не удается. Ну, почему? В Пальцок, когда к бабушке и дедушке приезжали, я почувствовала. Я была в Кожанке, расстегнута, мне было тепло достаточно. Ну, я про Москву сейчас. Ну, я, в принципе, говорю, за вот эту вот зиму. Был такой теплый день, когда мы в Пальцок поехали, у меня в Кожанке было. Да. Потом все, опять зима. Ждем Москву, надеюсь, когда-нибудь. Я так говорю, как-то с каким-то упадническим настроением, потому что уже вообще, ну, просто пипец как надоело. И когда с мамой болтали сейчас по телефону, говорят, еще и заморозки будут до минус восьми. Ну, вообще. Я просто почему-то каждый раз, когда мы с тобой уходим на улицу, я тебе помнишь, говорю, ну, еще неделька, я это говорю где-то с начала марта. Ну, неделька, и будет точно потепление. Еще неделька, еще неделька. И когда 2 апреля, да, вчера пошел снег, такой сильный снег. Для меня всегда на мой день рождения как бы уже теплеет, уже все, снега почти нет. Вот такие черные тучки лежат, тучки у вас в рекучке, черные лежат, с кем-нибудь грязного снега, и все. А тут не течь. Как бы такие январь. Ну, и немножко расстраивает, что в Сочи тоже осадки. Да. Хотелось бы, конечно, сейчас приехать, распахнуть все, надеть шорты, майку, ну, что-нибудь сверху, там, толстовку, и вот таким образом гулять, наслаждаться погодой. Но, к сожалению, к сожалению, пока не суждено. Ждем. Почему мне кажется, что я попадаю в кадр? Очень здорово, ребят, мы до платки доехали за 45 минут из Медведкова. Воскресенье вечер, дорога летит, это прям здорово. Потому что у меня был рекорд, когда был чемпионат мира по футболу, играла Испания, по-моему, Португалия. На платку выбирались почти 3 часа, но сейчас вообще все прекрасно. Так, тут уже 110, можно топить. И все, едем по этой дороге уже до Сочи. Хотел, что там параллельно скачивает, нам посмотреть, сейчас будем полицейские с Круглевки. Нет второго сезона. Ну, тогда будем онлайн как-то перебиваться. К сожалению, к сожалению, на трассах не везде работает интернет. Здесь у меня мегафон, периодически Ешка, 3G, который плохо работает. Помнишь, я тебя просила скачать документ, приложение, ты его скачал? Нет. Не, не скачал. Точно? Точно, точно не скачал. Меня единственное, знаете, что расстраивает? То, что Минцифры как раз по плану развития мобильного интернета вдоль вот таких крупных трасс приостановило действие закона, то есть операторам теперь дали отсрочку. И можно не расширять вот эту сеть, не повышать качество услуг. Ну, из-за всем известных событий, которые происходят сейчас. Поэтому в ближайшее время ждать хорошего интернета на М4 не придется. Нарушаем нашу традицию. Обычно, когда едем по М4, заезжаем в Макдональдс, покупаем кофе, всякие пирожки, булочки, картошку. Но в этот раз ничего не получится. Потому что он уже не работает. Сейчас как раз через где-то километр будет заправка, как оно там называется, дека. И за ним будет Макдак. Сейчас мы это все дело проедем. Хотя, знаете, я по Макдональдсу вообще не скучаю. Более кофе мы взяли в Додо. Вообще отлично. Сейчас попил. Почти закончилось. Ну, кофе, кстати, кокосовый норм. Да, нормально, понравилось. И показываю вам вывеску Макдональдс. Дека. И одинокий Макдак. Обычно тут куча машин. Ну, сейчас, видите, буквально три машины стоят. Я пост написал. Все. Ничего себе, у тебя там буквы. Молодец. Ну, давай, я репост. Делали небольшую остановку. Все сразомнемся. Уже пописали. Ну, и поедем дальше. Проехали уже 250 километров. Вот она. Смотри, как удобно с палки снимать. Я так чуть-чуть выше, знаешь, размет. Сразу затекаешь. Не холодно тебе? Ну, рукавам прохладно. Ну, я же для Сочи оделась. Не знаю, слышно там, что-то. Я для Сочи оделась. Рукавам прохладно немного. Давай, иди залезай. Что ты тут говорил? Моровинная попка? Да, моровинная попка. Серьезно, ну-ка, со стороны. Ой, веселит меня. На улице 0. Закрываем. Пристегивайся, я пристегиваюсь. Ребят, не переживайте. Ты мне салфетку поставил? Да, я помыл улочки. Ну, все равно. Раз уж до стол. Так, ну и сколько нам еще 1418 километров? Ну, я думаю, сейчас время 9. Часто до 2. Да? Ну, как устанешь, так придешь не спать. Мы забыли постельное белье, мы лошары. Вот так, ребятки, снег нас постоянно преследует. Сейчас снова метель. Мы где-то 220 километров от Воронежа. Ну, и очень ждем, когда наступит потепление. Но это будет уже завтра. Потому что сегодня мы... Даже не знаю сколько. Километров 700, наверное, суммарно проедем. Вряд ли уж там прям сильно тепло будет. Ну, то есть, амбиция плюс 200 километров примерно. Воронежа проехать. Но там уж сколько сил хватит. Сейчас будем, наверное, сериальчик смотреть, да? Чуть попозже. Чуть попозже слушаем музячку. Ну, и болтаем. В принципе, нормально. Только единственное, конечно, опять не радует погода. До Воронежа всего сотка осталась. На улице плюс один. Ну, такая немножко мерзкая погода. Вам через камеру не видно, но как будто мелкий дождь капает. Заводим. Все. Пописали, покакали. Можно ехать дальше. Ну, в смысле, я пописал. Я тоже пописал. Как интересно людям. Ну, что мы делаем там, хоть скажи. В смысле? Комменты читаю. Сейчас хочу почитать комментарии, да. Да там вроде все окей. Можешь кружочек записать еще один, а? Андрей сказал записать, что мы смотрим серик туда-сюда. Он пошел заправляться. Я записывала. Блин, стоп-кадр, конечно, так себе. Короче, полицейского с Рублевки смотрим. Субтитры сделал DimaTorzok И Андрею не разрешила пить квас, пока мы не выпьем ему Нельки, потому что они испортятся. А пока Андрей не видит, я хочу квас. А-а-а! Помогите! Блин, квас растрясли. Я не успею попить. 3 градуса. Как вы сейчас видно? Конечно видно. Только если я, смотри, сейчас картану. Ты специально это делаешь. Да. Чтобы потом, знаешь, меня поругать, сказать, вот из-за тебя. Камера сломалась. Можно у нас еще одно раз. Но все равно в условиях текущих сцен на электронику лучше себе речь. Когда ты будешь монтировать, тебе ждет сюрприз. Да? Ты что, пукнула? Нет, не так все жестко. Ну, тоже ничего. Посмотрим. Все. Наш ночлег будет на ТАК-нефти. Здесь очень прикольно, потому что мы с утра вот так вот пим-пим-пим пешочком, и тут столовка. Здесь можно и чай, и купить, и кофе. И что хотел сказать, что мы большие лошары. Пакет озона, где у нас находились. Маволочки, простынки для нашей постельки. Остались? Лошары, лошары. Остались дома. А что тут за мелочь? Ты что? Нет, у меня и сумки вызвала. А, окей. Газета твоя. Да, газетку оставь. Ой, там еще рублик. И вот тут рублик. А, да, пять. Где? Да, собери, пожалуйста, греметь, иначе будет потом. Так, и с той, давай, стороны. Я порядком подустал, конечно. Проехал сегодня 800. Но учитывая, что мы выехали 6 копейками, в принципе, нормально. Расстояние. О, вот так вот. Вот так вот хорошо. Ну, держи подушку. Тут еще видишь прикол, потому что все завязано. Развязывай. Тяни за ниточку. Серьезно? Да, серьезно. Да, серьезно. Можешь потянуть чуть-чуть? Чтоб потянуть. А, ну ладно, ничего не надо. Ничего, ничего. Чпок. Уже без обуви? Да. Пролезай. Чуть-чуть попрыгаешь. В дождь. Великое. Все, мы улеглись. Я почему-то записываю заднее стекло. Не знаю, видно ли нас вообще. Хоть чуточку. Давай я плечу быстренько. Просто мы тут как-то, знаешь, как в аквариуме. И все вокруг вот уходят, видят, что мы тут вообще делаем. Подарите мне, пожалуйста, собаку. Подарите мне собаку-барабаку. Все, ребята, проснулись. Спали хорошо. Сейчас время практически 11 часов. Такая необычная погода была, пока мы спали. То дождь был, то светило солнышко. Раз пять, наверное. Слышала, да? Как капал? Что я слышала? Как капал дождь. Да, слышала. Сейчас 8 градусов. В принципе, ну, такое же тепло. Ой, сейчас немножко дуплимся. Не знаю, ты будешь есть? Угу. Я не знаю, поесть мне или нет. Я забыла расческу, блин. Забыла расческу. И теперь я не знаю, что делать. Спасибо. Пожалуйста. Спасибо. Как делишки у моей малышки? Мамки пишу. Ну, не то, что мамки есть. Я снимаю тебя. А, ты снимай. Семью пишу, что мы завтракаем. Короче, я буду супчик в салате. А я буду котлеты очень странно сделала. Ладно, там пюрешка, толчонка. Толчонка с куриной котлетой на блинчик. Зачем тебе блинчик? С утра решил просто... Ты ресничку. Вернись. Все. И он как всегда берет компот из сухофруктов, который я не особо люблю. Морс. Что, видно? Света не. В этот раз еда вообще не очень. Картошка соленая, котлета тоже какая-то. Вот только блин съел и компот пропил. У тебя тоже самое, по-моему, терняка. Ну, суп просто был весь в масле. Прям очень много было жира. Но пойдет. А салат я не могу сказать ничего нечего салата, потому что я, в принципе, ненавижу эти оливки. Или как они? Маслины. Маслины. Я ненавижу маслины. Вот. Но знаю, что этот салатик полезен. Там еще сыр этот, как называется. Какой бы... Принза типа... Греский салат. Питаки. Да, вот. Я подумала, поем, потому что эти полезны. Мне, короче, невкусно было. Мне тоже. Ребят, ну мы заехали в Ростовскую область. Погодка тут, конечно, не ахти. Всего плюс 4 градуса. Ливет дождик. Поэтому будем ждать уже ближе к Сочи. Какой-то нормальной погоды. Показываем весь быт, как он есть. Катя сейчас болтает о том, что ей очень понравилась шоколадка, которую мы купили в прошлый раз. Мне обычно нравится не эта, а которая с вопросом. Ну это тоже нормально. Теперь говорит, нам надо обязательно в Сочи найти в магазине ее. Потому что очень понравилось. Я надеюсь, вам вообще интересно будет смотреть в машине. Потому что все время одни и те же кадры, только разговоры меняются. Но, к сожалению, в машине особо нечего показать. Конечно, хотел бы я вам с удовольствием зеленые поля, какие-то речки показать. Но пока тут все достаточно скудно. И, честно говоря, я ожидал, что все зеленое будет. Уже все-таки апрель. Тут весна пораньше приходит. Может, чуть дальше будет? Не знаю. Ну, травка зеленая есть. Снега нет. Уже лучше, чем в Москве. Ну да. Я не знаю, когда он здесь растаял. Ну вот. Его в январе здесь не было. А потом он выпал. Да, а потом был, когда мы ездили уже. Это на 8 марта. О, селеное поле. А, ну вот. Хоть немножко вам травки покажу. Давай. Да, там видно. Да, уже все. За холмом все спрессилось. Ну, а снег. О, смотри-ка, да. Кать, идешь? А мы сейчас камень с Шахтинским заправились на Лукойле. И поедем дальше. По погоде, кстати, здесь неплохо. Что-то около 7 градусов. Да, только у нас холодно. Ну, в машине-то не холодно. Доправка у нас на 2077 рублей. Топливо, кстати, Экто здесь недорогое. Дешевле, чем в Москве. 55,27. Кайф. А мы продолжаем сериальчик смотреть. Полицейские с Рублевки. Чего ты-то? Хочешь что-нибудь поняла? А что у нас есть? Пирожки ешь. Пирожки ешь. Есть вапельный тортик. Он вкусный? Вот этот офигенный. Самый лучший вообще шоколадный торт вафельный. Ну, понятно. Я тебе не продал, да, эту идею? Нет. Ушки будем. Хреновый? Потом ты попробуешь, кайфишь. Просто ты пока не соображаешь. Я не люблю вафель, я не люблю шоколад. И никто об этом не сказал. Никто. И знаешь что? Они вряд ли боятся. Потому что, скорее всего, они тоже не знают. Они не знают. Ты не расстраивайтесь, Владимир Сергеевич. Ну, нам буквально еще полчасика, и мы будем в Краснодарском крае. Сейчас в Ростовской области пока еще на улице 10 градусов. Тепло. Чувствуешь? Зеленые поля. Солнышко светит. Голубое небо. Китик мой. После зимы, да, получше. Что-то тачка грязная такая. А это, кстати, масло. Вот это то, что обрызгала меня фура. Проезжает мимо, и у него прям брызжет. И офигняет оттуда. Вся тачка загажена. Видите? О, подтеки. Там рядом машина белая ехала. Она вообще очень красивая была. В кавычках, конечно. У меня-то на черном еще меньше видно. Че, у меня тут колодочки норм. Приятно. А у меня мороженое. У меня только не крем-брюле. Никогда такого не видел. Дашь вкусную? Или не очень? Ну, че я сейчас заглотываю? Джо, не делится ей дай? Да делюсь, делюсь. Это ты и не делишься. Я, да. Ты меня прошу чем-нибудь вкусную сразу. Ну, мое. Ну, че, такая, кстати. Она, наверное, не мясная. Соевая, скорее всего. Не портите мне аппетит. Может, не вредно? Держи мороженое. Че-то я ее открыл. Не могу одной рукой ваткнуть телефон. Ай. Че, не тепло тебе, говоришь, на улице, да? Ну, слушай, с голым животом кожухенько. Кожухи тоненькие. Нет, не тепло. А, ладно. Дальше, надеюсь, получше будет. Я просто это... Очень ветрено. Даже если лучше не будет, я просто потеплею. Да, я когда по трассе ехал, я не знаю, почувствовал ты или нет, машину аж сносит в сторону. Хотя, блин, она больше двух тонн весит. Ну, да. Очень-очень сильный ветер. Ну, все, ребят, мы практически на финишной прямой перед нашим серпантином. Любимым, конечно же, в кавычках. Сейчас проезжаем населенный пункт. Ну, не знаю, видно было или нет, горячий ключ. И до дома нам 4 часа 55 минут. Самое главное, как я и рассчитывал, то, что мы приедем в серпантину еще засветло. Хотя, скоро уже темнеть будет. В Москве на полчаса позже темнеет, если что. Блин, мне надо было на Лукойл. Отстой. Короче, у меня практически там этот платиновый статус или VIP. 38 рублей надо в магазине что-то купить. И тогда у меня будет, типа, еще большее количество баллов при заправке начисляться. Я все сидел, выжидал, где же Лукойл. И вот как раз взял камеру и пронеслез. Все это мимо нас. Это больше не будет? Не, а больше не будет. Там впереди будут Газпромы и Роснефть. Я уже посмотрел. Молодец. А, ты же можно обратно почекать, какая разница? По погоде у нас 10 градусов. Льет небольшой дождь. К сожалению, ну и все равно плюсовая температура, это уже неплохо после московской вот этой фигни всей. Так, здесь у нас скорость 70. Непонятно, почему 70. Вроде такая дорога хорошая. Вот тут KFC, смотри, построили. Не было, не видел авто. Молодцы. Я порядком подустол уже, если честно. Темп хороший такой взял. Пойдем посмотрим на море. Вот она, Катюшка моя. Попка. Классно? Чувствуешь морской воздух, а? Да. Офигенно. Ну, здесь, правда, не самый лучший вид. Тут дети немножко, как бы, да. Но все равно. Море есть. А-а-а-а! Извините за ваши перепонки. Я просто увидел кусок, вот мы... Давай, у меня холодно, я в топите. Кусок моря увидел, думаю, надо тормознуть обязательно. Хотя я несколько фур обогнал. Ладно, ничего страшного. Я надеюсь, они потом скоро не скроются. Смотри, уже почки набухают. Давай, посмотрю. Да, вот так вот. Маленькие радости. Шикарно! Шикарно! Не шикарно, а осом! Это жасмин? Пахнет бомбезно. Я не знаю, что это. Я не разбираюсь. Нюхай, пожалуйста, дай камеру. Иди нюхай. Это, правда, офигенно пахнет. Иди нюхай. Лей, давай. Очень вкусно пахнет. Лава, держи, я еще хочу. Иди, иди. Ну, а я вам море покажу. Класс. Немножко помойка. А давай повыкидываем все. Разве здесь помойка рядом? У нас там мусора. Капец сколько. Вот так вот мы едим. А это конфеты уже все, которые закончились, нет? Нет! Нет! Ну, давай я все заберу. Очень интересно смотреть видео, как мы выбрасываем мусор. Да не, я не буду звук вставлять. А, ну можно, ладно. Класс. На, иди покажи. Нет, ну я погнал. Нет, плохая идея. Сейчас будет очень шумно. От ветра. Ну, я тогда просто песню вставлю и все. Пень с ним. Да все, а что ты снимаешь? Запор в желтый? Ну, рассказываю. Мы сейчас находимся в Лазаревском. Заехали здесь в Киевсе авто. Набрали немножечко еды. Капучино. Я даже не могу вспомнить, как называется бургер. Потому что я так редко здесь ем. Что-то он там Сандерс, Делюкс, острый, по-моему. Да, кажется так, картошечки взял. Вот, Катя пошла в семейный магнит. Возьмет там молока и по минимуму каких-то продуктов, чтобы завтра что-то позавтракать смогли. Потому что там, опять же, холодильник пустой. Нечего жрать. Вот. Ну и до дона. До дона. До дона. Я уже все просто устал, ребят. Осталось час 33. Все, ребята, мы на месте. Сейчас будем разгребаться и отдыхать. А! У меня просьба, мы можем все за один раз? Ну, постараемся. Давай, очень постараемся. Не хочется несколько раз ходить. А, короче, рассыпались помидорки. Пока я их собирал, Андрей решил присесть на лавочку. Я не знаю, будет видно или нет. У меня полоска мокрой на жопе. Блин, как это все взяли? Ну, короче, здесь одна сумка. Вторая сумка. Рюкзак. Еще два пакета. Точно, не украдут. А что, цвет горел? А, ну класс. Мы сколько долго? А знаешь, почему он горел? Знаю. Сейчас будет офигенно, если вода лилась. Нет, вода нет. А я же из розетки ее вытащил. Да. Ты понимаешь, да, почему он горел? Нет. Потому что, когда мы уходили, света не было. Мы, походу, пощелкали и оставили на том моменте, когда он включен. А электричества-то не было. А там тоже гореть интересно. Нет, там не горел. Ну ладно, ну-ка, вам, если бы ничего страшного. Ну, иди за пакетами. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok